Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации, к нам присоединяется. Виталий, здравствуйте. Слава Украине, здравствуйте. Героям слава. Расскажите, пожалуйста, об оперативной обстановке в городе. Как прошел этот день в Авдеевке и на Авдеевском участке фронта? Ситуация не меняется уже, не знаю, две недели. Как было горячее на нашем направлении, так и остается. Чуть менее сейчас штурмуют они из-за погодных условий. Но компенсирует это количеством обстрелов ствольной артиллерии, реактивной артиллерии, работы авиации, минометов. Ну то есть есть определенное понимание того, что идет какая-то перегруппировка какая-то. И в ближайшее время, скорее всего, будет новая волна их атак, новых таких активностей. По городу, конечно, все меняется не по дням, а по часам. Десятки обстрелов в течение суток. Ну, город стирается, правильно говоря. Вот вы говорили о том, что погода сейчас не до штурмов, что называется. Я так понимаю, что и там грунт изначально, он не приспособлен для того, чтобы использовать технику, тяжелую технику, бронетехнику. Вы сказали, что перегруппировываются, очевидно, опять готовятся к каким-то штурмам. Не будет ли влиять опять-таки погода? Не откажется ли Россия от этих штурмов, учитывая, что погодные условия далеко не самые лучшие? Однозначно нет. Задачи у них стоят все-таки Авдеевку окружить, и они стягивают из других направлений силы и технику, и людской ресурс. Ну, нужны какие-то победы им, а побед, скажем так, на других направлениях нет. Тот же Бахмутский, тот же Запорожский направление. То есть там успехов нет, одни неудачи. Здесь им уже кажется, что вот-вот решение задачи очень близко. Несмотря на эти колоссальные потери и живой силы, и техники, все равно, ну, я так понимаю, уже, скорее всего, высшему политическому руководству отчитались о том, что задача практически выполнена. А как будто, как говорят, приказы не обсуждают, поэтому будут они вложить все дальше и дальше, и больше своей техники и людей. Да, кстати, вот по людям, последняя цифра от вооруженных сил Украины, 6500 погибших российских солдат. Это завел спикер Таврического направления Александр Штупун. По технике тоже сотни единиц. А так и бросают колоннами эту бронетехнику на штурм города? Сейчас нет, опять же, погодные условия, то, о чем мы ранее говорили. Второе, большие потери техники, ее нужно восполнять, поэтому, вот скажем, это условно, да, если можно так затишье в применении техники именно из-за погодных условий. Они используют, опять же, для подтягивания новой техники, новых колонн. Скорее всего, ну вот мы понимаем и видим прогнозы, дальше будет там чуть-чуть, скажем так, суши, погода чуть-чуть наладится. И, скорее всего, в ближайшие дни они, ну, как бы-то, пойдут новой волной. Сейчас, сказать, что штурмов нет, это неправда, они есть, просто используют в большей степени пехоту. Вот вы сказали, что город стирается потихоньку с лица земли, но, тем не менее, там остаются мирные люди. Сейчас, известно ли цифра, сколько их сейчас, и продолжается ли эвакуация, выезжают ли из Абдеевки? К сожалению, к нашему, к сожалению, наверное, к сожалению, родственников, которые выехали из Абдеевки ранее, не очень активно люди едут. Да, цифра есть, она, скажем так, очень точная. 1589 людей по состоянию сегодня на вечер. Три человека, два человека, один. Иногда вообще никого нет на эвакуацию. Чуть, как это, знаете, в понимании людей стало тише, то есть было там 50-60 обстрелов массированных на протяжении суток. Стало 30. В их понимании это уже чуть-чуть тише стало. Хотя чуть тише мы понимаем, что это все настолько условно. И, не знаю, сейчас в определенный момент бьют по позициям, минутой все меняется. И город опять горит, город опять в дыму, город опять трясется весь, разрушается. Надеюсь, что все-таки инстинкт самосохранения какой-то у людей все-таки сработает. В конце концов, кроме вот этой опасности от обстрелов, от авиабомбовых ударов, зима, они за горами. И это определенные сложности добавят и в логистике, и температурные режимы. Ну, люди, кто уже вторую зиму в городе, они прекрасно помнят, как прошлую зиму выживали. Были не единичные случаи, когда люди погибали или угорали от неправильного использования буржуек, или же замерзали. Ну, то есть, и такие случаи, к сожалению, были не единичные. И, ну, город, скажем так, здания, в подвалах которых они проживают, они уже второй год без крыш. Соответственно, все затекает, больше влаги в подвалах. Сейчас ударят морозы, здания будут, ну, скажем так, разваливаться, потому что, опять же, крыши нет второй год. И, ну, многие люди до вот этого обострения, они говорили, что ближе к зиме будем выезжать. Надеюсь, что все-таки так и будет. Пока есть возможность, пока есть погодные условия, пока есть возможность и с точки зрения обстрелов по дороге, по логистике, находим мы вот эти, как это, небольшие промежутки времени, когда все-таки это возможно сделать. Это полиция, те волонтеры, которые помогают нам исключительно эвакуацией. Но, опять же, повторюсь, не так активно едут, как бы нам хотелось. У вас есть понимание, почему? Какие причины, возможно, люди называют эти причины вам? Почему не хотят выезжать даже в таких условиях, ну, где, казалось бы, вопрос этот и стоять не должен? И правильно ли мы понимаем о том, что Украина предоставляет все возможности, все условия, процесс самоэвакуации, потом жилье и поддержку этим людям, которые согласятся выехать? Очень много программ на эвакуацию, да. Есть и от благотворительных фондов, и поддержка от Офиса президента, именно по эвакуации и размещению в дальнейшем, и областная программа. Есть какие-то наши, скажем так, договоренности с отдельными громадами по территории Украины. То есть, ну, вариантов, куда уехать, действительно много, было бы желание. Если говорить о том, почему люди не едут, ну, очень много ответов, очень много, знаете, ну, можно их долго перечислять, но если подвести итог, сказать, это в большей степени нормально здравомыслящему человеку, это будет напоминать просто отговорки. Если провести параллель такую по всем ответам людей, то я для себя вижу один вопрос, который вот, ну, он как-то так концентрируется, да, и у меня возникает, и задавая этот вопрос людям, все практически там на сто процентов говорят да. Вопрос очень простой. Вы боитесь, что если вы уедете из города, вы сюда больше не вернетесь? Сто процентов практически говорят да. Это основной якорь, который людей держит в городе, и именно из-за этого они в большей степени не хотят выжить. Даже взвешивая вот эти риски, быть, ну, там, либо погребенными под развалинами, либо убитые, там, российским снарядом, российской бомбой? Да, да, да. К сожалению, даже вот люди, ну, нужно понимать, что большинство людей, большая часть, это люди 65-75, даже плюс в городе. И один из ответов, который они очень часто говорят, я хочу, чтобы меня похоронили здесь конкретно в городе. У меня там, ну, условно, там родители, муж и так далее и тому подобное. Кто что говорит. Даже, ну, вот в последнее время, как бы это ни звучало, может, где-то ухо режет, но уже даже такие вещи приходится людям говорить. Мы не сможем вас похоронить в городе. Нет возможности. Все кладбища нашего города находятся на линии фронта. Больше года мы уже, если, опять же, если есть возможность вывести тело из города, мы хороним в соседних селах Черетинской громады. И, ну, наши ритуальщики, они несколько раз уже попадали под обстрелы. Практически все ребята в той или иной степени имеют ранение. То есть это, опять же, похоронить, это риск. И людям говоришь простые вещи. Ну, мне кажется, да, вот в последний путь нужно пойти по-человечески. Не так, чтобы тебя, не знаю, как кого, извините, под грушей похоронили, да. Опять же, если будет кому это сделать. А хотя бы вот в последний путь пойти по-человечески, чтобы тебя, не знаю, с условными там какими-то человеческими почестями похоронили, как нормального человека. И вот такие вещи людям приходится объяснять. И кого-то это цепляет, кто-то соглашается. Да, ну, даже не обязательно, если вот говорить о тех же развалинах, да, не обязательно человек может под ними погибнуть. Ну, даже элементарно его вытащить оттуда не удастся, потому что, я знаю, что не работают уже спасатели, по сути, в Авдеевке, да. И, соответственно, если где-то кого-то привалило, что называется, и есть возможность ему спасти жизнь, то просто освободить его из-под этих развалов, ну, просто будет некому. К сожалению, есть у нас под завалами пять человек на сегодняшний день, если не ошибаюсь, первые два еще с мая месяца. Просто нет физической возможности достать тела. Ну, понимаем, что когда происходит попадание бомбы или ракеты в девятиэтажный дом, и там в подвалах люди в большей степени находятся в подвалах, то заваливают так, что там в момент уже после вот этого случая уже никто не остается живой. Даже, ну, вот ни разу у нас не было, чтобы кто-то под завалами был, оставался живой. Потому что, ну, мы пытаемся сразу как-то оперативно на такие вещи реагировать. Не всегда получается из-за того, что обстрелы в городе днем вообще не прекращаются. Но не было ни одного случая за там все время полноштабной войны, чтобы под завалами были живые люди. Как правило, это всегда люди сразу погибают. Ну, вот есть случаи, когда люди, ну, буквально три недели назад был авиабомбовый удар. Полностью подъезд один сложил, а в соседнем подъезде жили люди. В этом заваленном подъезде два человека погибли. Тогда мужчина и женщина довольно преклонного возраста. Там 42-46 год рождения были мужчина и женщина. Соседи в соседнем подъезде жили, они говорили, что никогда в жизни не поедут в город до этого случая. На следующий день после трагического этого случая люди позвонили, попросились на эвакуацию и выехали. Но, к сожалению, вот только такие вещи людей в большей степени, как-то знаете, стимулируют на эвакуацию. Основная масса. Мы понимаем, что большая часть не поедет, поставим в свой город. Как они будут зимовать? Ранее вы заявляли, что на некоторое время хватит тех запасов в городе, даже если невозможно будет подвозить гуманитарную помощь, хлеб, продукты, медикаменты. Как сейчас этим и как люди будут зимовать? Будет ли возможность доставлять им еду элементарно? Все зависит, понятное дело, от безопасности по дороге, какое количество будет обстрелов по дороге. Потому что подвергать действительно опасности тех людей, которые завозят эту гуманитарную помощь. Простите, они практически два года уже этим занимаются. Они не единожды попадали под обстрелы, имеют и не по одной контузии уже. Это просто гражданские люди, которые завозят гуманитарную помощь. У меня как руководителя этих людей, честно говоря, у меня не поднимается просто их отправлять в очередной раз. Каждый раз, когда мы заезжаем в город, понятно, за себя волнуешься, но за них еще больше. Потому что у них есть семьи. Смотреть в глаза, ну не дай Боже, это очень страшно. Магазины закрываются. Последние две недели целенаправленно били по магазинам. Из шести магазинов на сегодняшний день остался один. Не знаем, сколько он еще протянет. Потому что три разбиты просто до фундамента. Их уже физически не существует. Гуманитарную помощь, да, мы пока прекратили завозить. Опять же, из-за очень сложной логистики. Хотя несколько дней назад, два дня подряд мы завозили хлеб в город. Сейчас Авдеевка находится в красной зоне. То есть сейчас запрещено въезд всем СМИ, всем медийщикам. Не удивлюсь, если в ближайшее время будет запрет и на въезд волонтеров. Такое у нас было в начале года, в марте месяц, когда было обострение в городе. И это правильно, потому что рисковать жизнью людей для того, чтобы завести продукты питания тем людям, которые приняли осознанно решение оставаться здесь и подвергать риску другие жизни. Но в моем понимании это неправильно. И так все очень много делают для таких людей, которые остаются в городе. Виталий, спасибо вам большое, что присоединились. Рассказали действительно страшные вещи. Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации. О том, как живет Авдеевка, которую российская армия 10 октября пытается захватить. Пока безуспешно. Какая обстановка на Авдеевском участке фронта. Также спасибо вам большое. Спасибо.